Александр Тихонов вот уже более 10 лет профессиональный праздник встречает на боевом посту. В профессию пришел неспроста, а мстить огню. Случился пожар в 2010 году, пострадали мы, сгорел дом у нас вместе со всем имуществом, тяжело очень переносилось. Ну я как бы для себя решил, что надо отомстить этому делу и пошел на работу, попробовал устроиться. Ну взяли на работу. Сейчас для сотрудников отдельного поста по охране села Соколка в прямом смысле горячая пора. Нужно успеть и жителей проинформировать, и выехать на возникшие очаги. Также отдельная работа ведется с образовательными учреждениями, ведь от детских шалостей никто не застрахован. Рассказываем детям, как надо обращаться с огнем, со спичками, чтобы не брать спички, вроде траву сухую не поджигать. Показываем им, как пользоваться гидравлическим инструментом, спасательной веревкой. Они с нами регулярно контактируют, приходят в школу и проводят с детьми беседы. Не только именно теоретические задания, но еще и практические. Так что большое спасибо. Везде причины пожаров одна полтравы. Во многом из-за начавшегося сезона пикников кто-то бросил непотушенную сигарету, кто-то развел костер рядом с сухостоем. А между тем при сильном ветре пламы раздуваются со скоростью 25-30 км в час. Особо запомнился 2015 год, когда на пожарах в районе нашего выезда зафиксировано 5 случаев смерти людей. С этого момента по сегодняшний день фактов смерти людей на пожарах не имеется, к счастью. И следует отметить то, что по сегодняшний день ежегодно, можно сказать, уменьшается количество прошедших пожаров в районе нашего выезда. Силовики также предупреждают, в случае возникновения пожара из-за опала сухой травы необходимо быстро эвакуироваться в безопасное место, позвонить в пожарную службу и сообщить всю необходимую информацию, точный адрес, свои личные данные и оценить, есть ли угроза другим зданиям. Ланж Бабаня, зовут Тимур Махмельханов, Рымзля Багуддинова, Новости Татарстана.